Сегодня в программе Продолжение следует... 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 Очищение от токсинов, очищение от ядов, очищение от каких-то зависимостей. Есть специальное дыхание, называется «Дыхание огня». Что, прямо здесь показываете? Если вы летите, и вас укачивает, или вас подташнивает, вы можете дышать очень такими мощными движениями. Вдох у нас в диафрагму, идет вдох в живот. Резкий выдох, при резком выдохе мы втягиваем пупок. И получается такое дыхание через нос. Давайте попробуем сделать это вместе. Вдох в живот, в диафрагму, выдох обратно. И живот при этом, пупок втягивается. При выдохе или при вдохе? При выдохе втягивается. Друзья, давайте попробуем. Положите руку на живот, попробуйте сделать вдох, вдох в диафрагму, и выдох обратно. Пупок втягивается. Можно начинать медленно. Голова начинает кружиться? Голова начинает кружиться, потому что потоки энергии начинают проходить сквозь вас, конечно. Вот смотрите, сколько вы занимаетесь кундалини-йогой? Занимаюсь два года. Два года. Вот до того, как начали заниматься, вы не чувствовали в себе эту энергию? То есть, если ты этим не занимаешься, то энергии не будет? Или как? Как вот в этот момент? Мне немножко не понятно. Техника энергии кундалини – это очень быстрая техника для просветления, для развития какой-то трансформации. Это не значит, что я стала просветленной, но трансформация в мою жизнь пришла очень быстро. Изменился тип питания абсолютно, изменилось окружение, изменились какие-то способности. То есть, я начала делать то, чего не делала раньше. То есть, какие-то таланты просыпаются в тебе, открываются. Владимир, вот насколько я знаю, повторюсь, вы являетесь одним из самых гибких людей планеты. Все-таки это кундалини-йога вам помогла, либо природная гибкость? Кундалини-йога – это одно из названий системы самосовершенствования в современном мире. Очень известная, имеющего своего духовного лидера, имеющего своих подвижников. Кундалини – слово очень древнее, оно родом из Индии. Так называют вообще энергию мироздания. Если человек является и частью мироздания, и прообразом всего мироздания, то, понятно, энергия в нем есть. Просто она может по-разному преобразовываться. У кого-то это идет как спонтанный танец, раскрытие творческих способностей. Или, допустим, в случае меня, это сверхпластичность организма и силовая выносливость. Здесь какие задачи, такие будут. Ну, то, что снимает стресс, который очень много в современном мире, и позволяет развить свое правое полушарие или свою творческую сторону – это да. Как понять, какая сильная энергия? У кого сильная энергия, да, у кого слабая энергия? То есть, вот, как человек сам может понять? Ну, если утомляемая сильная, если не хочется в понедельник идти на работу, то, значит, какой-то недостаточек есть. Может быть, это просто лень? Да, большинство, мне кажется, современных людей. Ну, лень-то, это же тоже как один из адаптивных способностей в теле, чтобы раньше, когда человек побегал за мамонтом, сверхисущий. Ну, с обычной энергией, это и есть энергия кундалини. То есть, если у меня есть энергия, мне хочется там, не знаю, активно жить, там что-то делать, значит, это у меня энергия кундалини, да? Это сверхэнергия, это то, что дает так называемые сверхспособности, когда, допустим, ну, в случае, грузовик едет на ребенка, а женщина останавливает ее рукой. Или, допустим, человек прыгает в воду и спасает целый автобус тонущих людей. Это именно сверхресурс. Просто, когда человек, такое просторечное слово, идет и колбасится в ночной клуб, и лет до 50 ему хорошо, а дальше идет разрушение, это просто, ну, много дури, много жизненной силы в организме, так скажем. Это не кундалини, оказывается, не кундалини. Соответственно, если человек гиперактивный, нельзя сразу сказать, что это просто умение. Если человек занимается либо какой-то творческой реализацией, допустим, гениальный танцор, который новое сделал в искусстве, или гениальный композитор, музыкант, быть может, такой политический деятель, как Наполеон Бонапарт, вот, это именно проявление сверх каких-то возможностей с точки зрения обычного человека. Какие-то ограничения по возрасту есть? По возрасту ограничений абсолютно нет никаких. Значит, а вот вы сегодня в белом пришли, это случайность или все-таки нет? Расскажите. Дело в том, что белый цвет, это цвет, который содержит все цвета, это как баланс, баланс всех цветов. Белый цвет, он расширяет ауру, он усиливает наше электромагнитное поле, и мы становимся в такой способности отдавать, то есть больше щедрости, что ли, развиваться. А головной убор? Да, а головной убор. Головной убор принято надевать в кундалини-йоге, потому что мы работаем с энергией. И когда мы очень дышим, мы наполняемся энергией постоянно. И энергия содержится как в верхней чакре, так и в волосах, особенно у женщины. Так, а вы говорили, она в копчике или она потом уходит и поднимается? Нет, я имею в виду, когда она поднимается, мы накапливаем, мы очень много дышим, мы накапливаем энергию. Чтобы она не расплескалась, чтобы она аккумулировалась, мы накрываем свою голову. Кроме того, вы начинаете лучше концентрироваться на своих каких-то внутренних ощущениях, да, лучше погружаться и быть более осознанным. Надежда, подскажите, а вот я знаю, что символом энергии кундалини является две змеи, которые располагаются вокруг скипетра крылатого. Вот скажите, пожалуйста, как современная медицина всё-таки относится к энергии кундалини, к кундалини-йоге? Есть какая-то связь? Были медики на моём жизненном пути, которые занимаются хатха-йогой, и они относятся позитивно, в принципе, к йоге. Что касается конкретно, как они относятся к тем двум змеям, которые... Нет, просто медики ведь взяли к себе в эмблему именно вот этот символ кундалини-йоги, вот по этому вопросу. Хорошо, ну понятно. Давайте спросим у нашего зала, у кого какое мнение, может быть, кто-то занимался. Вот у нас в студии присутствует Наталья Маевская, да, у вас свой клуб йоги. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к к кундалини-йоге? К кундалини-йоге я отношусь, в принципе, положительно, но сама занимаюсь хатха-йогой. Я вообще, в принципе, считаю, что всё это едино, единая энергия, единое пространство. Просто каждый выбирает для себя, каким образом ему из этого пространства что-то для себя брать. Кто-то идёт через хатха-йогу, кто-то идёт через кундалини, кто-то, ну, другие какие-то пути и возможности для себя. Для кого как, то есть. Как вы считаете, можно вот по человеку понять, сильная у него энергия, либо слабая? Я думаю, что если у человека развита чувствительность, а она со временем развивается с практикой йоги, то, конечно же, можно. Давайте тогда мы сейчас вот и попробуем измерить энергию кундалини. Уважаемые зрители, сейчас попрошу вас высказаться быстренько в микрофон. У кого вы считаете более развитая энергия, кто более сильный? Вот Надежда, да? Надежда, я думаю. Номер два. Почему? Первое впечатление такое, что как-то всё-таки больше связано с кундалиной. Кажется, что у девушки номер два. Номер два, Надежда, да? У нас поколидирует. Очень большая энергия кундалина. Почему? У этой девушки только начинающая энергия кундалинина, правильно я говорю? Что ты чувствуешь? Как ты это чувствуешь? Я чувствую. Да. Но мне нравится девушка больше вот эта вот. Но на самом деле энергия... Так, вам просто нравится. Следующий. Энергия больше вот у второй. Девушка с правой стороны. Надежда. Надежда, да, просто в эмоциональном плане. Идёт. Соберите. Что-то такое. Соберите вашу энергию. Давайте, давайте, следующий. Я за Екатерину. За Екатерину. Так, один уже есть хотя бы, кто-то вас считает. Я тоже за первую девушку Екатерину. По-честному. Мне кажется, у них примерно одинаковый уровень энергии кундалини. Но вот у Екатерины глаза блестят ярче. Как вы считаете, одинаково у них маленький или одинаково высокий? Высокая энергия. Одинаково маленький. Мы за Надежду. Мы за Надежду. Мы за Надежду, да. Потому что брюнетки рулят, мне кажется. И последний человек, пожалуйста, вам решающее слово. Я за Катю. Итак, давайте теперь проголосуем. Номер один Екатерина. Поднимаем руки. Кто за номер один? Четыре человека. А теперь Надежда. Большинство. Большинство за номер два. Так. А теперь мы попробуем объективно измерить энергию. Уберем фактор внешности. Согласны? Девочки, помогайте. Друзья, теперь очень быстренько попросим вас высказаться теперь. Только внимательно почувствуйте, пожалуйста, раскройте свои чакры. От кого энергии идет больше? Честно, одинаково. Одинаково. Следующий? Одинаково. Так. Кто-то... Нет, все-таки надо выбрать. Девушка, соберитесь. Надо выбрать. Да. Надо выбрать. Почувствуйте. Давайте я остановлюсь на... Номер один. Левой, да. Да. Номер один. Я тоже за номер один. Номер один, двое. Дальше. Примерно одинаково. Номер один. Примерно так. Ну что-то вы... Номер два. Номер два, конечно же. Номер один. Она высокая. Вы правда чувствуете? Потому что мне высокий больше нравится. Так. Это мой кулак. Подними-ка. Подними-ка сейчас. Я останусь при своем мнении. Номер два. Номер два. Я также считаю, что это номер два. А теперь давайте проголосуем номер один. Так. Не густо. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Номер два. Что-то, что-то. Большинство опять считает, что номер два. Надо проголосовать всем. Либо за один, либо за два. Ну что? Давайте, давайте посмотрим, кто у нас где. Девочки, помогайте. Слушайте. Ну смотрите, даже... Сквозь тряпочку у нас. Сквозь тряпочку почувствовали надежда, а не вашу энергию. Чисто мое мнение, я думаю, что энергия есть в каждом человеке. Просто нужно ее развивать со временем больше и больше. Друзья, давайте, если у нас в зале кто-то, кто еще занимался йогой, может высказаться. Пожалуйста. Да, занимаюсь. А именно кундалини-йогой? Да, кундалини-йогой. Рассказывайте, помогла она вам как-то в жизни? В целом помогла. Что изменилось? Что-то? Сны становятся ярче, люди становятся все добрее вокруг. В принципе, я нашел выход в йоге, может быть, он такой не общий. Он помогает успокоить ум и достичь гармонии. Надежда, ну давайте, наверное, подытожим все-таки, как развить себе эту энергию, как прийти к гармонии с самим собой. Ваш совет. Каждый должен найти свой путь, свой способ. И если вам конкретно нравится медитировать, медитируйте и поднимайте. Если вам нравятся физические упражнения, узнавайте точно. Но все лучше делать непосредственно с тренером, чтобы вы не ушли куда-нибудь в дебри. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что в гостях у нас была учитель кундалини-йоги Надежда Цветкова. Спасибо.